Владлен Бирюков, актёр из Сибири, ставший известным после исполнения роли Якова Олейникова в сериале «Вечный зов». После успеха картины его начали узнавать не только в Новосибирске, где он работал в местном театре, но и по всей России. Фильмография артиста насчитывает более сотни театральных ролей и примерно 30 ролей в кино. Владлен Егорович Бирюков родился 7 марта 1942 года в небольшом селе Никонова под Новосибирском. Его воспитанием мама занималась в одиночку. Отец Егор Бирюков погиб на фронте, когда Владлен был ещё совсем маленьким. В сознательном возрасте сын его не застал. В школьные годы Владлен был старательным учеником и хорошо учился. Сказывалось строгое воспитание матери. После окончания школы, будучи актёр, без проблем устраивается на работу на местный завод радиодеталей. Здесь Владлен впервые прикоснулся к искусству, записавшись в кружок творческой самодеятельности. Судя по одному из интервью актёра, на это спонтанное решение его подтолкнуло вовсе не тяга к прекрасному. Выходец из бедной семьи не отличался любовью к театру или классическому искусству. Всё было гораздо прозаичнее. Участникам этого кружка давали бесплатные проходы на танцы, которые часто организовывались молодёжным комитетом. К своему удивлению, Владлен Егорович быстро увлёкся к театрам, хотя позже он и шутил, что стал актёром только из-за спора с приятелем. Осенью 1960 года Бирюков поехал в Новосибирск, где с первого раза смог поступить в театральное училище. Владлен Бирюков с отличием завершил обучение и устроился в новосибирский тюз. Его первой ролью на театральных подмостках стал Васька Пепел из пьесы «На дне». Журналист из Польши, которому повезло присутствовать на этом спектакле, в своём очерке назвал Бирюкова очень талантливым актёром и пророчил ему большую славу. Пророчество оказалось правдивым, и Владлен Бирюков смог продвинуться по карьерной лестнице, из провинциального артиста превратившись в одного из самых популярных и востребованных артистов 80-х годов, как в театре, так и на киноэкранах. В 1977 году на экраны страны выходит кинофильм «Молодая жена», который становится главной и самой значной ролью начинающего актёра, сделавший его по-настоящему популярным. Наутро после премьеры он проснулся известным на весь Советский Союз. Теперь его узнавали на улицах и просили автографы, в особенности девушки. Представительницы слабого пола сходили с ума от Бирюкова. Молодой и добрый красавчик растопил сердца женщин и в то же время пользовался авторитетом среди мужского населения страны. В 1986 году в театре «Красный факел» он исполнил роль скамейкина в комедии «Приятная женщина с цветком и окнами на север». Обаятельный Бирюков влюбил в себя не только зрительниц. Партнерша Валентина Мороз также не устояла перед его чарами. Личная жизнь. Владлен Бирюков был женат несколько раз и обладал репутацией бабника, не отказывая себе в удовольствии заводить романы с посторонними женщинами. Со своей первой женой, телевизионным оператором из Новосибирска по имени Людмила Александровна, Владлен познакомился в бытный студентом во время визита в пионерский лагерь. Здесь она подрабатывала вожатой, а Бирюков приезжал вместе с однокурсниками из училища для выступления перед ребятами. Людмила и Владлен сразу же приглянулись друг к другу. У них закрутился бурный роман, и спустя некоторое время они решили пожениться. Сначала они поселились у родителей Людмилы, а потом с их помощью приобрели собственное жилье. Несмотря на женитьбу, в жизни Бирюкова было очень много женщин, но Людмила смирилась с этим. Он был известным актером с приятной наружностью и постоянно привлекал внимание женщины. Супруга была готова к этому еще до свадьбы и старалась закрывать глаза на интрижке мужа. Во время работы над спектаклем «Дядя Ваня» он тесно сблизился с напарницей, миловидной актрисой Надежды Александровой. Итогом очередного романа любвеобильного артиста стала дочь, которую Бирюков отказывался признавать до конца своей жизни. Причиной развода с Людмилой стал не этот роман, а его развившийся алкоголизм и связанное с этим рукоприкладство. После головокружительного успеха «Вечного зова» он начал выпивать, и в пьяном виде актер становился агрессивным и начал поднимать на жену руку. Людмила рассказывала, что простила его в первый раз, но после второго всплеска агрессии подала на развод. Было это в 1977 году, и хотя формально пара развелась, они еще почти 10 лет жили вместе. В 1986 году Владлен пропал из дома на четверо суток, что стало для Людмилы последней каплей. Однако бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения. Бирюков часто наведывался к дочке Надежде. На данный момент у Надежды Бирюкова есть семья и дети. Она решила не идти по стопам отца и выбрала другую профессию. Спустя год после развода Владлен встретил Татьяну Фирсову, которая станет его второй и последней супругой. Она была почти на 30 лет моложе Бирюкова. С этой женщиной Владлен прожил целых 18 лет, причем официально они поженились всего за год до гибели артиста. Последний год своей жизни Владлен Бирюков тяжело болел. Он не особо старался противостоять недугу. Артисту соглашался лечь в больницу. То, собственно, лично останавливало лечение по действиям навалившейся депрессии. Владлен Бирюков умер 2 сентября 2005 года в Новосибирской области. Причиной смерти стало осложнение болезни, вызванное алкоголизмом. Его могила находится на городском кладбище, рядом с матерью. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова